Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы познакомимся с еще одной новинкой от известного бренда Acara Zigbee выключателем из модельной линейки Z1 Canon, который имеет несколько интересных функциональных особенностей, отличающих его от своих аналогов. Всего в линейку входит 4 варианта устройств, которые могут управлять соответственно от 1 до 4 линий питания. Также существует 5 цветовых решений, однако на момент выхода этого видео было доступно только 2 белый и черный. Подробнее обо всем, далее в моем обзоре. А перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся темы умного дома и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры и видео уроки. Тип устройства встраиваемый настенный выключатель, модель Acara Z1 Canon, интерфейс Zigbee 3.0. Количество линий, 2 в героя обзора доступно от 1 до 4. Наличие нуля опционально. Мощность, минимальная 3 Вт для режима без нуля, максимальная 2200 Вт, 400 Вт для LED светильников. Приложение в управлении Acara Home, регион Китай. Размер 86 на 86 на 33,5 мм. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Влажность от нуля до 95%. Поставляется устройство в характерной для китайских версий устройств белой коробки с логотипом Acara и фотографией выключателей в разной цветовой гамме. Сзади указаны параметры, про которые я уже рассказал, большинство надписей и иероглифами. Справа внизу что-то ободрано, видимо была какая-то наклейка, не знаю точно. Содержимое коробки. Выключатель, кнопки которого заклеены защитной пленкой, крепеж для установки в подрозетник и небольшая инструкция. Инструкция тоже вся на китайском языке, но я постараюсь показать все максимально подробно, чтобы она вам не понадобилась. В этой модельной линейке было применено новое дизайнерское решение. Ранее все выключатели имели вертикальные кнопки на всю или почти всю фронтальную поверхность. Тут их решили сделать горизонтальным и при этом оставить существенную часть поверхности слева незадействованной, задняя часть выключателя. По форме и размеру сразу становится понятно, что она рассчитана на установку в квадратный подрозетник. Для крепления используются два отверстия по бокам. В этой модели четыре винтовых контакта, входящие ноли фаза и сходящие фазы на первую и вторую клавишу. Обратите внимание, что контакт нуля выделен, так как он опционален, устройство может работать с ним и без него. Как я и сказал, в круглый подрозетник выключатель не помещается. Это присуще большинству таких устройств Такара, исключением являются модели Е1 и H1EU. На нижней боковой части находятся пазы, которые нужны для снятия блока клавиш. Это нужно для установки или снятия выключателя. Вот так это выглядит. В отличие от упомянутых выключателей серии Е1 или более ранних D1 и подобных им, где снимается только пластик, тут отключается весь блок, включая микропереключатели и светодиоды. Для соединения с основной частью тут используется 14-пиновый разъем. Для дальнейших тестов я собрал небольшой стенд, в который установлен выключатель и розетка, которая управляется его первой верхней клавишей. Красный провод это фаза от электросети, она подключена к выключателю на контакт L. Черный провод соединяет контакт N на выключателе и 0 от электросети, пока тестировать буду с ним. Синий провод это 0 который идет на розетку, он общий и для нагрузки и для выключателя. Коричневый провод идет от контакта L1 на розетку, так выключатель ей управляет. Вторая линия L2 ни к чему не подключена. Вот так выглядит стенд, при помощи розетки можно тестировать физические нагрузки, вторая линия может управлять умными устройствами. Сразу после первого включения устройство переходит в режим сопряжения, как его включать вручную покажу чуть дальше. Теперь перейдем к возможностям устройства. Базовая система Acara Home, сейчас у меня установлен регион Китай, совместимость с регионом Европа проверю позже. В Mi Home выключатель не поддерживается. Тут у меня используется шлюз Acara M2 глобальная версия. В списке устройств выбираем соответствующую модель. На самом деле для шлюза без разницы что вы выберете, так как режим подключения одинаков для всех. Отличие в том, что приложение пишет как то или иное устройство перевести в сопряжение. В отличие от других моделей Acara, где надо просто держать одну из клавиш нажатой, тут предусмотрели некоторую защиту. Сначала нужно два раза нажать на любую из кнопок и в течении 5 секунд после этого удерживать клавишу пока не начнет мигать синий светодиод. Это нововведение особенно оценят родители маленьких детей. Далее все стандартно. Устройство подключилось. Для каждой из клавиш можно выбрать отдельную иконку из списка. Причем не обязательно это делать сразу, можно и потом. Указываем название и локацию. Сразу прилетело обновление, в таких случаях я сразу его ставлю, чтобы тесты проводить на актуальной версии прошивки. Для зигби устройств это не быстрый процесс, обычно от 15 минут до получаса. Но в данном случае были побиты все рекорды. Обратите внимание на время слева сверху экрана, обновление я запустил в 17.34, по состоянию на 20.43, то есть спустя более 3 часов, было установлено 84%. Завершилось все уже после 9 часов вечера. Может это просто мне так повезло, но если у вас тоже будет долго, не переживайте, просто запаситесь терпением. Большую часть основного окна плагина занимают экранные клавиши управления линиями питания, под которыми находится панель энергомониторинга. Потребление энергии считается по входу, оно общее для всех нагрузок, подключенных к выключателю. Когда реле замкнуто, питание подается, клавиша сбоку подсвечивается синим светом. Хотя логичнее было бы наоборот, чтобы находить его в темноте. На дату выхода видео, настройки для переключения этого режима не было. Что касается нуля. Нулевую линию на выключатель можно не подавать, у меня это черный провод, я его отключил. Устройство работает и без нее, но в таком случае, хотя бы на одну линию у меня это первая, должна быть подключена нагрузка. Кроме этого, ноль нужен для работы энергомониторинга, если его отключить, потребление отображаться не будет. В остальном я разницы не заметил, если вы обнаружили что-то еще, пишите в комментариях под видео. Вернемся в плагин, в его главном окне есть меню для настроек, в нем можно включить беспроводный режим на каждую из клавиш, в этом случае нажатия на нее не будет переключать реле. Тут же можно поменять иконки на них. Вторая настройка Quick Double Control, интереснее и раньше мне тоже не встречалось. Она позволяет удобно синхронизировать два выключателя. Один, который должен управлять нагрузкой, я специально для этого подключил Acara E1 и Acara Z1. Выбираем сначала клавишу U Z1 и затем указываем с какой линии второго выключателя она будет синхронизирована. При этом выбранная клавиша автоматически переводится в беспроводный режим. Подтверждаем ассоциацию клавиш. Теперь они работают синхронно, причем включая даже подсветку клавиш. Это не прямой биндинг, так как при отключенном шлюзе управление не сохраняется. Теперь перейдем в меню общих настроек устройства. Большая часть стандартная, типа версия прошивки, которую я обновлял почти 4 часа. Уровень качества сигнала, название, локация, журнал работы и остальные. А самое важное находится тут, в меню Device Setting. Тут есть три опции. Память состояние. После восстановления питания можно помнить предыдущий статус. Установить всегда включено или всегда выключено, либо реверсировать предыдущий статус. Вторая опция блокировка реле. После ее активации реле фиксируется в текущем статусе и переключить его ни в приложении, ни в клавиши нельзя. Для этого нужно снимать блокировку. Третье это меню Mars Stage, которое позволяет установить тип нагрузки. По умолчанию, нормальное, просто включить или выключить. Есть импульсный режим, причем длина импульса регулируется от 300 до 2000 мс. В этом режиме реле постоянно замкнуто. При нажимании на кнопку, оно отключается на заданную длину и снова включается. Это имитация работы звонкового выключателя. Для наглядности тестирую с обычной лампочкой. Импульс полсекунды. И интеллектуальный режим, который позволяет управлять ZigBee светильником. В качестве требований указано, что он должен быть подключен к этому же реле, но это не обязательно. А вот то, что светильник должен находиться на том же шлюзе, обязательно. В этом случае клавиша также переключается в беспроводный режим, то есть нажатие не переключает реле. Для теста я подключил ZigBee лампочку Акара. Сейчас вторая нижняя клавиша управляет лампочкой в интеллектуальном режиме, а верхняя в нормальном режиме управляет обычной лампочкой. При этом остается возможность переключения второго реле по двойному нажатию на нижнюю клавишу. А теперь попробуем отключить шлюз, вот он у меня в руках. Управление лампочкой сохранилось, это режим прямого биндинга. Теперь рассмотрим работу устройства в автоматизациях. Выключатель может работать в качестве триггера и условия, это раздел если. Триггер это события, источником которых является устройство. Это может быть включение или выключение каждого из двух каналов питания, а также логические события в беспроводном режиме работы. Тут есть только одиночное нажатие, двойных и удерживания нет. Также есть условия, которые нужно использовать совместно с другими триггерами. Например, датчик обнаружил движение при условии что первое реле выключено. А также он может выполнять действие, это раздел тогда. Тут доступно 12 вариантов. Шесть связаны с работой реле, включить выключить и переключить состояние каждого из каналов. Еще четыре это блокировка реле, я рассказывал о ней ранее. Ей можно управлять и из автоматизации, например по расписанию, чтобы предотвратить случайное включение или выключение. Еще два связаны с работой подсветки, их я решил проверить отдельно. Для этого я перевел обе клавиши в логический режим и сделал две автоматизации. Нажатие на первую клавишу включает режим антилайт, на вторую выключает. Оба реле сейчас замкнуты, то есть подсветка клавиш по умолчанию включена. Вот как он работает. Просто отключает подсветку клавиш. Как я и обещал, проверяю возможность подключения устройства на европейский сервер Акара. У него другая, отличная от китайского база устройств. В качестве шлюза у меня Акара Е1 прошивка последняя. При ручном выборе модель Z1 недоступна, но это не критично, можно выбрать любое зигби устройство. Режим подключения на шлюзе одинаков для всех. Только помним про особенность включения режима сопряжения на Акара Z1. Сначала двойной клик, потом удерживание. К сожалению устройства нет не только в списке добавлений, но и в базе европейского сервера. На дату выхода видео он тут не поддерживается. Честно говоря, насчет Apple HomeKit у меня каких-то сомнений не было. Акара ориентирует свои устройства для использования в этой системе, и во всех моих предыдущих тестах, все что было подключено к шлюзу Акара М2, который подключен как мозг в HomeKit, было доступно и там. И вот впервые в моей практике это не так. Лампочка эта старая модель, самая первая, доступна в HomeKit и прекрасно работает, а вот выключателя нет. К слову говоря, другой выключатель Акара Е1, который я тоже использовал в тестах, в HomeKit работает, а вот нового Акара Z1 почему-то нет. Теперь перейдем к альтернативным системам управления и по традиции начнем с ZHA, штатной интеграции Home Assistant для работы с XB устройствами. Я использую USB координатор Sonofze Badongue. Выключатель предварительно отключаем от шлюза Акара, он может одновременно работать только с одним координатором. Устройство подключилось и тут обнаружилось даже несколько объектов, это очень интересно. Всего тут 5 сущностей, управление каждым из канала в реле, потребленная энергия, текущая мощность и кнопка идентификации. То что скрыто, это технические данные о качестве сигнала. То есть выключателем можно пользоваться только в самом базовом функционале, включить-выключить, а также мощность и потребленная энергия, остального нет. Хотя на дату съемки видео поддержки этого устройства на официальном сайте ZigBit OneQTT нет, обязательно проверим работу и тут. Текущая версия системы 1.33.2, координатор Sonofze Badongue.p на последние прошивки от 7 мая 2023 года. Как и следовало ожидать, устройство подключилось, но не распозналось, статус не поддерживается. Кстати чуть не забыл уточнить еще один момент, выключатель конечного устройства, не роутер, так как он может работать без нуля. Роль устройства в сети устанавливается на уровне прошивки и меняться в зависимости например от наличия или отсутствия нуля не может. Для возможности работы с неподдерживаемым устройством используют внешние конвертеры, ссылку на этот я оставлю в описании. Копируем его содержимое, создаем пустой файл в папке ZigBit OneQTT с расширением GS, вставляем в него коды и сохраняем. Далее в аддоне переходим в меню настроек раздел внешние конвертеры, у меня тут их много, так как это тестовый сервер на котором я много чего испытываю, у вас тут может быть вообще пусто. Нажимаем кнопку с знаком плюс для добавления нового конвертера, в появившейся строке вставляем имя созданного нами файла и нажимаем отправить. После этого справа вверху появляется кнопка перезагрузить, нажимаем для перезапуска ZigBit OneQTT. После этого статус меняется на поддерживается. Стоит отметить, что в большинстве случаев использование внешних конвертеров это временная мера до момента официальной поддержки, а она думаю скоро появится, тогда нужно будет его просто удалить из списка. На момент проведения теста конвертер перебрасывает довольно много объектов. Сейчас подробно пройдемся по всем. Стоит понимать, что конвертеры чаще всего делаются по образу и подобию чего-то уже существующего, в данном случае поддерживаемых выключателей Акара. Поэтому то что есть и у них и у новинки будет работать, а вот то что не совпадает, либо не будет работать либо вообще не появится. Энергомониторинг. Мощность энергии и напряжения, работает корректно, но конечно при условии подключения нулевой линии. Память состояния как ни странно, пока не работает, хотя это не новая функция. Также не работает опция Flip Indicator Light, она должна менять подсветку клавиш, светиться при включенном или выключенном реле. А вот полное отключение подсветки работает, это то что мы проверяли в автоматизациях Акара Home. Режим нажатия, быстрый или мульти, не работает. В режиме быстрый должно работать только одиночное нажатие, но с быстрым 50 мс откликом. В мульти отклик чуть дольше, так как он ждет повторных нажатий, но зато есть другие события, типа двойного клика или удерживания. Объект Action, в него приходят события при нажатии на клавишу в беспроводном режиме работы. Сенсор уровня качества сигнала. И блок управления реле, тут все работает. Включение и выключение каждого из каналов и режим работы клавиш, стандартный или беспроводный. Остального, связки с другим выключателем, импульсного режима, управления zigbee светильником по прямому биндингу пока нет. Все эти объекты пробрасываются и в Home Assistant. Естественно, работать будет только то, что работает zigbee2mqtt. Управление обоими реле, это объекты Switch. Выпадающее меню, режим нажатия, как мы помним не работает. Сенсор Action, в который при включенном беспроводном режиме приходят события одиночного нажатия на первую и вторую клавишу. Их можно использовать как триггер автоматизации. В блоке конфигурации две неработающие опции, три которые работают. Отключение подсветки клавиш и режим нажатия клавиш, сейчас установлен беспроводный. В разделе диагностика по умолчанию активно только два объекта из семи, текущая мощность и потребленная энергия. В скрытых, время последнего отклика от устройства, уровень качества сигнала, два сенсора, которые показывают текущий режим нажатия клавиш и напряжение. Если вам нужны какие-то из скрытых сущностей, то нужно нажать на нужную, в примере это сенсор напряжения, и затем нажимаем на значок с шестеренкой. Откроется меню, в котором нужно включить этот объект, чтобы он отображался в Home Assistant. После обновления данных, которая занимает около минуты, выбранный объект будет доступен для отображения и использования в автоматизациях. Аналогично можно скрыть все ненужные объекты. Новинка получилась весьма интересной, изменения видны и ощутимы. Это и универсальность, я имею ввиду работу с нулем и без, различные режимы работы, синхронизация с другим выключателем, импульсы, управление зигби светильниками в режиме прямого биндинга. По дизайну тут вопрос личных предпочтений, я не сильно привередливый в этом плане, новая конструкция вполне мне подходит, хотя несколько непривычно. Зато тут доступно целых пять вариантов различных световых решений. Что касается поддержки в других системах управления, то полагаю, что это вопрос времени. Добавят и HomeKit, и ZHA, и официальную поддержку в ZigBito MQTT. Главное, это само устройство и его возможности. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это способствует продвижению видео на YouTube. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. В описании я оставлю ссылки на магазины, где можно купить это устройство, на другие видео по этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по умному дому, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!